Слайд 2. Добрый день. Эта лекция завершает рассмотрение геофизических исследований скважин. Просмотрим обработку и интерпретацию скважинных наблюдений, основанных на различных физических принципах. Слайд 3. Геофизические исследования технического состояния скважин. Давайте начнем с конца. Просмотрим, какие бывают виды заключений, которые коротажники выдают своим заказчикам. Они описаны в технической инструкции по проведению геофизических исследований. Геофизические исследования технического состояния обсадных колонн и цементного камня в затрудном пространстве ведут в процессе строительства и эксплуатации скважин. Обработку и экспресс-интерпретацию данных общих и специальных исследований выполняют непосредственно на скважине, а полную интерпретацию и выдачу окончательного заключения производит интерпретационную службу геофизического предприятия по месту ее базирования. Слайд 4. Инклинометрия. Регламентированными документами являются Это сводная таблица результатов инклинометрических измерений, это значение зенитных и азимутальных углов с заданным шагом по глубине, а также координаты x, y и z точек оси ствола скважины в системе координат с началом центра ротора и осями, параллельными осям геодезической сети, а также план и профиль ствола скважины. Слайд 5. Оперативное заключение по открытому стволу. Оперативное заключение по скважине включает в себя пояснительную записку и результаты интерпретации, представленные в табличном и графическом видах. В пояснительной записке и заключении указываются следующие сведения. Это проектный, заказанный, фактически выполненный комплекс коротажа с указанием методов исследований интервалов измерений качества полученных данных, информация о скважинной разрезе, пластовых флюидах, в том числе о минерализации пластовых вод, пластовых давлениях и температуре, условия проведения коротажа и факторы, искажающие данные, рекомендации по испытанию и освоению пластов или проведению дополнительных исследований скважины, программные средства интерпретации, принятые при интерпретации модели коллектора и неколлекторов, и петроферические связи, использованные при интерпретации. Слайд 6. Оперативное заключение по открытому стволу 2. Таблица результатов оперативной интерпретации должна содержать количественные характеристики, то есть параметры коллекторов и возможных коллекторов также. Данные представляются в попластовом варианте обработки или в варианте непрерывной обработки поточной, то есть шагом 0,2 метра с разбивкой их массива на относительно однородные пласты коллектора или возможные коллектора. Ну а графическое представление результанта интерпретации должно содержать минимальное количество геофических кривых, необходимых для очистения и анализа информации. Слайд 7. Это заключение при контроле за разработкой. Заключение при контроле за разработкой, когда караташ, например, дебидометрия, термометрия, шумометрия, производится в закрытом стволе, то есть в обсаженной скважине, имеет аналогичную структуру. Описываются условия проведения измерения, приборы, интервалы, затем даются выводы. Фиксируются работающие интервалы, наличие заколонных перетоков или, например, как при проведении кислорода углеродного или импульсного нейтронно-нейтронного кортажа, характер насыщения коллекторов. Слайд 8. Сводная интерпретация. А вот сводную интерпретацию проводят при подсчете или пересчете запасов нефти и газа, месторождения или отдельной залежи. Она включает в себя количественные критерии определения параметров корректоров, эффективные толщины, коэффициенты порис, проницаемости, нефтегазонасыщенности, положение межфлюидальных контактов, что необходимо для проектирования разработки или дальнейшей детальной разведки месторождения. Сводная интерпретация выполняется использованием индивидуального для каждого пласта петрофизического обеспечения. Пишется специальная глава в отчет по подсчету запасов. Но одной из форм представления результатов являются LAS-файлы по каждой скважине, где напротив глубин даются значения литологии, пористости, насыщенности, проницаемости. Такой вид необходим для построения цифровой геологической модели. Слайд 9. Загрузка в базу. Как правило, все результаты интерпретации коротажа, как оперативные, так и сводные, загружаются в корпоративную базу данных, где они используются как при различных геологических процедурах, так и при анализе и контроле за разработкой. Слайд 10. Таблица интерпретации. Другой вид результатов сводной интерпретации – это сводная таблица интерпретации. В сводной таблице интерпретации дается информация по скважине, пласту, глубинам и абсолютным отметкам пропластков, их толщине и вертикальной мощности, литологии, насыщению, значением геофизических методов, а затем рассчитанных в величин фильтрационных и мкосных свойств. Слайд 11. Основные петрофизические зависимости. Завершается глава в отчете по подсчету запасов выжимкой. Для каждого продуктивного пласта приводятся основные петрофизические зависимости, величины граничных значений, то есть все то, что нужно для проведения интерпретации коротажа во вновь и бурящихся скважинах на данном месторождении. Слайд 12. Планшеты. Сводные планшеты геофизических материалов с результатами их интерпретации по продуктивным частям разреза каждой скважины представляются в обязательном порядке. Слайд 13. Планшеты 2. На планшетах указывается Это стратеграфическая приуроченность отложений, интервалы отбора и выносокерна в соответствии с его привязкой, границы и номенклатуры пластов, интервалы залегания коллекторов, их литологические особенности, значение общеэффективных нефтегазонасыщенных толщин, порис, проницаемости, нефтенасыщенности, кривые даты выполнения коротажа, интервалы и даты перфорации, типы перфораторов, результаты испытаний. Для обеспечения контроля результатов определения подсчетных параметров экспертизы на планшете приводят технические условия проведения ГИС, альтитуду ротора и удлинение ствола, кровли и подошвы продуктивного интервала. В штампе планшета приводят данные о номере скважины исполнителя организации, выполнившей интерпретацию. Слайд 14. Планшеты 3. Здесь на слайде показаны примеры планшетов по горизонтальным скважинам. Слайд 15. Попластовая интерпретация. Существует два вида интерпретации. Попластовая и поточечная. Попластовая интерпретация осуществляется следующим образом. В качестве исходных данных используется диаграмма методов ГИС, вычислены геофизические и геологические параметры. По специальным алгоритмам выделяются полосты, определяется значение параметров против них. Проводится геологическая интерпретация по определению коллекторов, определение характера их насыщения. Слайд 16. Поточечная интерпретация. А при поточечной интерпретации пласты предварительно не уделяются для оценки физических коллекторских свойств, используя данные кортажа в точках квантования, то есть 0,2 метра кривых по глубине. Иными словами, проводятся подсчеты геологических параметров по всему продуктивному разрезу. Как правило, определяют разные коэффициенты пористости и нефтегазонасыщенности. При возможности осуществляется раздельное определение содержания в порах нефти и газа, подвижных и неподвижных углеводородов. Результат интерпретации отображают на планшетах в виде объемной модели коллекторов и их литологии, содержания флюидов в порах, ну и другого. Слайд 17. Реяние планшета. На планшете сверху имеется шапка с заголовками колонок, столбцов, названием методов, масштабы кривых кортажа, единицами измерений. Масштаб вертикальный, обычно 1.200 или 1.500. Слева направо обычно сначала идут треки коротажных кривых, которые показывают качественное наличие коллекторов, каверномер и микрозонды. Также основные методы для данного разреза, например, ПС или гамма-коротаж. Затем идет группа электрических методов, индукционный коротаж, боковой, градиент зонды, затем неэлектрических, нейтронный коротаж, акустический, плотносной, ну или наоборот. Обязательно наличие колонок глубины и абсолютных отметок, колонок литологии, толщин коллекторов, характера их насыщения. Иногда дают две колонки насыщения, одну по ГИС, а другую по принятой флюидной модели положения контактов для заряжи, в которой расположена скважина. Справа обычно дают колонки расчетных значений пористи, проницаемости и нефтенасыщенности коллекторов, интервалы перфорации и результаты испытаний. Естественно, что величины расчетных значений пористи, проницаемости и нефтенасыщенности пропластиков коллекторов должны совпадать со значениями этих же величин в сводной таблице результатов интерпретации ГИС, но под другом сокращенный РИГИС. Если отбирал с керн, то дают колонки по интервалам отбора керна и по результатам измерений свойств пород. Слайд 18. Планшет 2. От зарубежной практики интерпретации строение планшета в целом схожее. Правда, глубины могут быть не в метрах, а в футах. Слайд 19. Повторные замеры. Очевидно, что данные коротажа можно использовать только в случае точных и надежных результатов измерений. Процесс контроля качества коротажа начинается с калибровки приборов. Результат калибровки приборов на промысловой базе до и после проведения работы является неотъемлемой частью современных измерений. Одним из способов контроля качества измерений являются повторные замеры. Методы исследования повторно записываются в некотором интервале глубин. Подобным образом проверяется повторяемость формы кривых против одних и тех же пластов. Понятно, с учетом статистических вариаций. Слайд 20. Нормализация кривых. В случае отсутствия четкой процедуры калибровки для тех или иных методов, их регистрации в условных единицах или в единицах аппаратурного счета, например, импульсах в секунду, используется прием такой нормировки посредством расчета двойных разочных параметров, применяемых обычно для методов естественной радиоактивности, однозондовых нейтронных методов, коротажа спонтанной поляризации ПС. Для этого показания методов ГИС преобразуют двойные разочные параметры дельта-ЖГК, дельта-Ж нейтронный коротаж, альф-ПС, которые варьируются в диапазоне от нуля до единицы. Слайд 21. Опорные пласты. В том случае, если методы коротажа зарегистрированы в нормальных физических единицах, принять способ двойных разочных параметров нецелесообразно. В такой ситуации для проверки показаний однотипных методов в разных стважных часто применяют метод опорных пластов. Для электрических методов используют сравнение значений УЭС, то есть удельного электрического сопротивления, определенных по БКЗ, боковому коротажному зондированию, то есть по набору градиент-пластов, в достаточно толстых пластах, с данными же УЭС, определенных потоком по данным индукционного коротажа или бокового коротажа. Слайд 22. Статические распределения. Одним из наиболее распространенных способов оценки корректности масштаба записи коротажных кривых является метод статистических распределений, который часто применяется для проверки показаний радиометрических и акустических методов ДИС. Для этого выбираются эталонные скважины, в которых наблюдается хорошее соответствие показаний, рассматриваем методов в опорных пластах, и помимо этого сходство статистических распределений в целевом интервале, а результаты интерпретации, которые подтверждаются данными Керна. Статистические распределения по каждой скважине встречаются с эталонными. В случае существенного смещения, сжатия, растяжения, рассматриваем гистограммы относительно эталонных показаниях методов вносятся либо аддитивные, либо мультипликативные, ну либо и той другой поправки. Такой величины, чтобы добиться максимального сходства распределений, рассматриваем и эталонные скважины. Ну, либо применяются программные средства коррекции кривых путем их растяжения, сжатия и сдвига. Слайд 23. Глубинные тренды Известно, что горные породы претерпевают все больше и больше уплотнения по мере увеличения глубины залегания и закономерного возрастания горного давления. Эта закономерность может быть использована для экспрессной гересикации методов ГИС, отражающих изменения свойств пород с глубиной, также формирующих глубинные тренды изменения показаний. Например, для плотностного нейтронно-акустического метода. Иногда в методах гамма-картажа. Здесь на слайде показаны примеры сопоставления кривых нейтронного кортажа, гамма-картажа акустического, с общими трендами для этих групп методов. Показаны выявленные искажения кривых, требующие нормировки, либо всех кривых, либо отдельных их фрагментов. Слайд 24. Керн. Петроферическое обоснование интерпретации материалов ГИС базируется на детальном анализе результатов исследований Керна. Результаты анализа петроферической информации должны быть представлены в виде эстетического обобщения исследований Керна, который включает таблицы распределения параметров связи Керн-Керн по результатам исследований петроферических и литологических параметров, нейрологический состав скелета, цементирующиеся вещества, а также физические параметры коллекторов. Здесь на слайде приведены связи типа Керн-Керн. Слайд 25. Керн 2. А здесь показаны на слайде связи типа Керн-ГИС. Таким образом, так же как интерпретация сейсморазведки опирается на скважинные данные, так и интерпретация кортежа опирается на исследования Керна. Эти исследования подразделяются на профильные, экспрессные на колонках Керна, массовые, рутинные и детальные специальные исследования. Слайд 26. Увязка кривых. Вариации в вычисленных параметрах часто являются результатом плохой глубины увязки входных коротажей. Это будет создавать расхождение в тонкослойственных пластах и приводить к неверной интерпретации типов горных пород. Невязки связаны с чем? Со скважинными условиями. Это растяжение кабеля, вариации скорости подъема приборов, вариации геометрии ствола скважины. Увязку производят вручную, в интерактивном режиме или автоматически. Слайд 27. Выделение коллекторов в разрезе скважин. Так как при разведке и разработке месторождения нефти и газа экономический интерес представляют только потенциальные коллекторы, в первую очередь при интерпретации выделяются интервалы коллекторов, с тем, чтобы впоследствии сосредоточиться только на их оценке. Прямые качественные признаки являются надежным способом выделения коллекторов, так как основаны на доказательстве подвижности пластовых флюидов по наличию проникновения в пласты, фильтрацию промывочной жидкости и формирование или расформирование зоны проникновения. Признаками проникновения по данным коротажа что являются сужение диаметра скважины, зафиксированной на кривой коверномерии, вследствие образования глинистой шкорки, наличие положительных превращений на кривых микрокоротажа, а также зафиксированный радиальный градиент удельных сопротивлений, измеренных зондами с разной глубинности исследования. Косвенные качественные геофизические признаки обычно сопутствуют прямым признакам, реализуют породы, которые по своим свойствам могут принадлежать коллекторам. К таким признакам относятся аномалия на кривой самопроизвольной поляризации ПС, отрицательные, если удельные сопротивления промывочной жидкости больше сопротивления пластовой воды и положительные при обратном соотношении. Низкие показания на кривой гамма-коротажа, Низкие и пониженные показания на кривых нейтронного коротажа относительно вмещающих пород в карбонатных отложениях, а в террогенных разрезах, наоборот, повышенные показания на относительно вмещающих глинистых пород. Повышенное значение акустического коротажа относительно вмещающих пород в карбонатном разрезе, в террогенном же пониженное значение по отношению к вмещающим глинистым породам. Затухание упругих волн, создаваемое трещинами и кавердами при акустическом коротаже. Слайд 28. Качественное выделение коллекторов в прямые признаки На слайде слева видно, что напротив песчаного коллектора есть сужение диаметра скважины за счет глинистой корки, глины размыты, в них же каверна Есть также расхождение показаний микрозондов, опять же за счет наличия глинистой корки На слайде справа приедены кривые сопротивления зондов разной глубинности В коллекторах кривые расходятся за счет наличия зоны проникновения фильтра сборового раствора В водоносном коллекторе больше, а в нефтяносном поменьше Слайд 29. Прямые признаки 2 На слайде видно, что в нижней части яруса выделяются трещины по имиджеру FMI Formation Imager В столбе с 1.5 это синие головастики трещины, которые подтверждаются по керну Напротив интервала трещина также наблюдается расхождение дельта Т времени Быстрой и медленной поперечной волны, столбец 3 Превращение дельта Т в волны стонли, столбец 2 Также понижение бокового кортажа, столбец 4 Заметим, что пользусть породы очень низкой составляет всего лишь около 1% Слайд 30. Количественные критерии Выделение коллекторов с использованием количественных критерий основано на следующих предпосылках Первое, это что в исследовании и разрезе породы коллектора отличаются смещающих поров нет коллекторов Значением своих фильтрационных комплексистов Соответственно и значениями гифических характеристик Второе, то что граница между коллекторами и неколлекторами на статистическом уровне Характеризуется некими зафиксированными граничными значениями фильтрационных и мкасных свойств Или гифических признаков Характеристик Выделение коллекторов проводят с сравнением измеренных значений ФЭС или гифических характеристик с этими самыми найденными граничными значениями Суть статистических способов обоснования количественных критериев заключается в разделении разреза скважин на проницаемые и непроницаемые пласты по прямым качественным признакам или результатам опробований испытаний с последующим определением граничного значения анализируемых параметров. Статистическая обработка полученной информации реализуется путем построения интеграмных распределений киевских параметров для двух подвыборок – коллектора и неколлектора. Слайд 31. Количественные критерии 2. Обоснование количественных критериев коллектор-неколлектор с использованием петрофейской информации осуществляется путем сравнения петрофейских параметров пористой проницаемости со значением динамической КП-дин пористости. Граничные значения КП-граничные, отличающие условию КП-динамическую равно нулю, устанавливают по корреляционным графикам. Керн-керн между петрофейскими параметрами. Общая пористость, остаточная вода, остаточная нефть – все они определяются по керну. Определяется пористость проплазков по кортажу, затем там, где значение выше граничного, там коллектор. Обычно чем выше средняя пористость породы, тем больше и граничные значения пористости. И наоборот. Слайд 32. Характер насыщения – качественные признаки. Для оперативного качественного выделения в разрезе продуктивных коллекторов можно использовать способы, базирующие только на показаниях кеофейских методов и их изменениях. В межзерновом коллекторе с хорошей пористостью можно видеть снижение величин сопротивления вниз по разрезу при переходе их из нефтенасыщенного коллектора в водоносный. На слайде видно снижение сопротивления по индукционному боковому коротажу и по зондам бокового коротажного зондирования БКЗ разной глубинности. Слайд 33. Качественные признаки 2. Большое распространение получил, особенно при излучении карбонатных отложений, так называемый способ нормализации. Он основан на перестроении и изображении кривых, отражающих удельное сопротивление по боковому коротажу и индукционному, и пористость по нейтронному коротажу, плотносному или акустическому в едином масштабе сопротивления или пористости. При нормализации кривых бокового коротажа и нейтронного, по пористости кривую бокового перестраивают в логарифмический масштаб нейтронного или арифметический акустического, для чего модули коэффициенты перестроения выбирают таким образом, чтобы кривые совпали в опорных водоносных пластах с высокой пористостью и в неколлекторах с низкой пористостью. Перспективные на углеводороды пласты выделяются по расхождению нормированных кривых, вот в данном случае по превышению показаний синей кривой бокового коротажа над кривой нейтронного гамма-коротажа. Этот способ прост, нагляден, не требует специальной обработки диаграмм и сложных расчетов. Слайд 34. Качественные признаки 3. В этих газонасыщенных залежах при совместном использовании кривых только методов пористости, нейтронной, акустикой, плотностной, в благоприятных случаях, когда пористость высокая, небо глубокие зоны проникновения, можно выделить газонасыщенные интервалы разреза. Для этого надо кривые изобразить в едином масштабе, одной из кривых методов пористости. Например, кривую водородосодержания по нейтронному пронармировать в масштабе кривой интервального времени. Затем нормированные кривые сопоставить так, чтобы они опять же сошлись в интервале с известным насыщением. На слайде это нижний интервал коллектора с получением нефтепроиспытания. Есть также общеизвестный способ выделения газонасыщенных пластов по данным повторным измерения нейтронного коротера в обсаженной скважине при завершении процесса расформирования зоны проникновения. Слайд 35. Анализ градиента давлений. Оценка характера насыщенности по данным анализа градиентов давлений, получаемых с помощью приборов на кабеле, используется при достаточном числе измерений пластового давления ППЛ. Интерпретация изменения пластового давления с глубиной в абсолютных отметках по высоте залежи производится графическим способом по споставлению в альфоматическом масштабе распределения ППЛ по высоте залежи с постепенным переходом от воды к нефти, затем, соответственно, к газу. По пересечению прямых линий двух градиентов давления при переходе от одного вида насыщения к другому от воды к нефти или от воды к газу, фиксируется промежуточный контакт смены градиентов, отметка которого находится внутри зоны двухфазной фильтрации. Заметим, что прибор на кабель не только измеряет пластовое давление, но и отбирает пробы флюидов. Если пробы качественные, то можно попробовать судить о характере насыщения. Слайд 36. Количественная оценка характера насыщения. Удельное электрическое сопротивление РОПЭ УС в неизменной части полоста является основной геофейической характеристикой породы, используемой для выделения нефтегазосодержащих коллекторов, отделения их от водоносной части разреза, также количественного определения нефтегазонасыщенности, КНГ-пласта, прогнозирования состава притока при испытании. Так как нефть и газ в разной степени неэлектропроводны, то по электрическому сопротивлению нефтегазонасыщенность коллекторов обычно оценят их без разделения на нефть или газонасыщенные интервалы. Простым заключением – продукт. Производится статистическая обработка значений УС по интервалам испытаний, с получением притоков нефть-газ и вода. На слайде слева пройден пример распределения УС по интервалам испытаний нефть-вода для оценки характера насыщения по УС-граничному. Соответственно определяет граничные сопротивления для разделения. Другой способ базируется на сопоставлении величин УС-коэффициент пористик КП, ну или любого геофейческого метода отражающего пористость, по материалам ГИС в прослойках и опорубленных интервалах с получением притоков нефти, газа и воды. На графике УС-КП наносят точки с разными характеристиками насыщенности коллекторов из интервалов испытаний, с уверенными величинами оценок пористости и сопротивлений. Иногда вместо значения пористость может использоваться геофейческие параметры, выражающие пористость коллекторов Альфа-ФПС, Дельта-ГК и другие. Вот на слайде внизу примеры такого сопоставления. Необходимо отметить, что для решения задачи оценки характера насыщенности коллекторов по ГИС большое значение имеет исследование на керне кривых относительных фазовых проницаемости ОФП, которые позволяют получить количественные оценки граничных величин КВ водонасыщенности при исследовании образцов широким диапазоном свойств по изучаемой залежи. 37 слайд. Количественная оценка пористости. Количественная оценка пористости производится для каждого метода коротежа по-своему, исходя из его физической природы. Сначала измеряется какой-то геофейческий параметр, затем от него переходит к пористости, вводя разные поправки, например, за глинистость, или за различия в составе, например, между кварцем-песчаником и карбонатным известняком. Слайд. 38. Количественная оценка пористости 2. Обычно выбирают какой-то метод ГИС в качестве основного для оценки пористости, исходя из сравнения величин пористости по данному методу и по керну, тот, где точность оценки лучше. Запасной метод. Это для тех скважин, в которых основной метод не прописан или низкого качества. Слайд. 39. Количественная оценка пористости 3. К программам продукта ЭЛАН фирмы Шлемберже в поточной обработке создается объемная многокомпонентная модель породы, где, исходя из показаний разных методов, рассчитывается и пористость, и долевое содержание разных минералов, то есть еще и определяется литология. На слайде в широкой колонке слева показаны кривые изменения по разрезу долевого содержания компонентного состава. Слайд. 40. Количественная оценка пористости 4. Естественно, что предварительно нужно задать физические свойства минералов, определить уравнение показаний методов в зависимости от содержания минералов и решить систему уравнений. Слайд. 41. Литология При попластовой обработке также происходит выделение литологических разностей на основе исследования керна и комплексов методов ГИС, вручную или автоматически. Это полезно с двух сторон. Во-первых, разные литотипы имеют разные петрофейские зависимости. Во-вторых, это необходимо для качественного построения геологической модели. Слайд. 42. Литология 2 Ранняя литология определялась вручную, исходя из опыта интерпретатора. Слайд. 43. Литология 3 Большую роль играет также знакомство интерпретатора с разрезом и с темпией дифференциации показаний методов по разрезу. Слайд. 44. Литология 4 К сожалению, при определении литологии приходится учитывать влияние насыщения на показания методов. Видно, что в газоносном песчанике подскакивают показания времен ΔТ и нейтронного метода НГК. В водоносном песчанике падают показания кальчащих сопротивления КС. Слайд. 45. Литология по НС В последнее время широкое распространение получили променение искусственных нейронных сетей ИНС для определения литологии по коротажу на основе обучения коротажа по сквашинам и с керном, и с хорошим коротажом. Слайд. 46. Количественная оценка нефтенасыщенности В качестве петрофизической основы электрической модели М по методике Дахно-Варчи используются в зависимости типа керн-керн, параметра пористости и пористости, то есть ПП и КП, а также параметра насыщенности и водонасыщенности ПНКВ. Эти зависимости снимают с образцов керна, разной пористости и разной степени насыщенности. Они характеризуют степень увеличения сопротивления образца при уменьшении пористости или увеличении нефтенасыщенности, то есть уменьшение количества воды в порах. Ведь вода за счет ионов проводит ток хорошо, а нефть нет. Слайд. 47. Количественная оценка нефтенасыщенности 2 Последовательность действий при расчете водонасыщенности, ну то есть единицы минус нефтенасыщенности, с использованием зависимости Арчи Дахнова, приведена на слайде. Напомню, что сопротивление воды пластовой определяется по палетке в зависимости от температуры и минерализации. Температуру пласта определяем термометром, а минерализацию по анализам проб пластовой воды. Слайд. 48. Количественная оценка нефтенасыщенности 3 Есть еще способы расчета водонасыщенности. Графики зависимости КВО, КП слева, нашли широкое применение для определения величин нефтенасыщенности КН, то есть единицы минус КВО, через значение пористости ПАГИС для коллекторов в зонах предельной нефтегазонасыщенности, в линзовидных залежах, в карбонатах. Этот способ определения КН достаточно надежен, что объясняется достоверными оценками величин пористости ПАГИС и приемлемой теснотой связи параметром КВО, то есть остаточной воды и КП пористости. Графики. 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 к существенным систематическим погрешностям. Слайд 49. Капиллярная модель. Строение переходной зоны нефтяной залежи и распределение в ней нефти и воды определяется главным образом грационными капиллярными силами. Последний находит в сложной зависимости от свойств и состава пород в пластовой жидкости. Большой многооборазия свойств пород обусловляет значительное изменение толщины переходной зоны в одной и той же залежи. Экспериментальная зависимость водонасыщенности от капиллярного давления ПК, полученные вытеснением воды на образцах керна, нефтью или воздухом, позволяет оценить распределение воды и нефти в вертикальном направлении. По действиям капиллярных сил ПК направленных вертикально вверх вода в порог каналах поднимается до высоты, на которой уравновешивается действующим в противоположном направлении гидростатическом напоре силы тяжести воды ПГ. На слайде представлена схема иллюстрирующая влияние капиллярного давления над зеркалом чистой воды, где КВА равно 100%, на распределение нефти и воды в поровом пространстве коллектора. При превышении капиллярного давления над гравитационным, нефть не сможет вытеснить воду из пор. Если же гравитационные силы больше капиллярного давления, то нефть сможет заполнить поровое пространство. Слайде 50. Капиллярная модель 2. Высота капиллярного подъема воды в породе будет увеличиваться при уменьшении радиусов капилляров. Принимая во внимание, что для конкретной залежи поверхность натяжения и угол смачивости являются величины постоянными, значение коэффициентов нефтенасыщенности КН в каждой точке, согласно капиллярной гравитационной теории, определяется величиной радиуса капилляра, то есть практически корней из пористой из делительной проницаемости и высотой над зеркалом чистой воды. Слайде 51. Капиллярная модель 3. Имея по керну кривые капиллярного давления для разных проницаемостей, можно для данного пропластка определить, какой кривой он соответствует, определив порость с погисой, рассчитав по зависимости проницаемость. Затем, определив положение водонефтяного контакта по коротажу и испытаниям скважин, можно рассчитать превышение данного пропластка над зеркалом чистой воды. И, имея совместное то и другое, уже рассчитать по капиллярной модели значение водонасыщенности, соответственно и нефтенасыщенности. А затем сравнить его с значением по электрической модели, по арчидах нового, сделать вывод из сопоставления о надежности тех и других расчетов. Слайд 52. Выбор к скважин. Использование электрических моделей для определения коэффициентов нефтенасыщенности имеет серьезное ограничение, применение которых нельзя забывать. Это зависимость удельных сопротивлений ПАГИС от влияния разработки объектов с поддержанием пластового давления, ППД, закачанными водами, ну и с отборами. Это приводит зачастую к искажениям исходных значений удельного электрического сопротивления коллекторов и величин начального КН, которые в итоге нельзя применять для геологического моделирования и подсчет начальной геологической запасов. Чтобы выявить это влияние, анализируют схемы распределения скважин по залежи с их дифференциацией по датам бурения и распределение величины нефтенасыщенности КН с дифференциацией по годам бурения скважин. Слайд 53. Программа. В настоящее время интерпретация кортажа осуществляется на основе специализированных компьютерных программ, в которых имеется большое разнообразие. Слайд 54. Программа 2. В эти программы зашиты всевозможные палетки, формулы для введения поправок, статистической обработки и расчетов с институционным косных свойств паров. Результаты работы выдаются в виде графических материалов, планшетов, а также в виде LAS-файлов. Слайд 55. Программа 3. Другой вариант выдачи результатов это, как мы говорили, таблица интерпретации. Слайд 56. Газовый коротаж. В заключении лекции отметим, что существует метод коротажа, при котором никакого зонда скважины не опускают. Газовый коротаж – это метод измерения, позволяющий определить количество углеводородных газов, поступающих в буровой раствор при бурении скважины. Измерение при газовом коротаже в процессе циркуляции бурового раствора производит непрерывную цикличность 30-120 секунд. Результаты газового коротажа позволяют выделить газа и нефтенасыщенные пласты в разрезе. Для отбора газового циркулирующего по скважине бурового раствора применяют дегазаторы. Содержание газа определяют хроматографом путем разделения газовой смеси на отдельные углеводороды, определение их количества. Слайд 57. Спасибо за внимание. На этом завершим нашу лекцию по интерпретации методов коротажа.